приветствую всех на нашем канале не работала у меня на компьютере функция перехода в спящий режим и также не работала функция гипербонации не переходил компьютер и все но я решил на windows 10 у себя эту проблему как-то забыл о ней но со мной связался мой друг он себе установил windows 11 украинскую но не в этом сути дело в том что у него тоже это функция перехода в спящий режим не отработала и чего я сделал вывод что проблема скажем так не одинока не только у меня поэтому может быть данное видео и будет кому-то полезно а для того чтобы узнать это ваш случай или нет давайте сразу это и выясним то есть нам надо командно запустить командную строку здесь набил набираем поиски команд команда так запуск от имени администратора то есть запускаем администратор командная строка и вставляем короткий код который будет в описании к этому видео и нажимаем enter так и вот здесь вот где выполнение именно смотрим это выполнение но это если вы устанавливали на русском языке здесь вот пишется данная вот команда вот она запущена и работает если же вы у вас windows устанавливался на украинской или английской основной основного языкового пакета то здесь будет на английском но это ничего не меняет как видим работает данная команда и именно она не дает компьютеру или вот я снимаю данный ролик на ноутбуке так как компьютер я все сделал она ноутбуке это немного другая история но несут в диспетчере задач отключать ее бесполезно снять задачу она появляется опять то есть и решать эту проблему надо полным ее отключением но перед тем как ее отключать обязательно проверьте все ли драйвера у вас обновлены обновлены я не поленился утилит в интернете полно проверил то мне надо было обновить 27 драйверов бесплатная утилита от это конечно заняло время и не об этом видео так что вы лучше для начала проверьте обновление всех своих драйверов перед тем как блокировать это функция обновления от windows она проверяет обновление и подумайте насколько вам критично ее отключать мне например на даче важнее переход спящий режим потому что компьютер у меня включен и меня кто-то отвлек там сосед зашел по каким-то делам или курица задержала клубнику и ее надо срочно выгнать а там забыла компьютере и он жужжит то есть это не есть здорово мне легче потом включить все обновить опять заблокировать и спящий режим для меня важен но каждый опять таки решает сам итак приступим так для начала нам надо вызвать окошко выполнить то есть нажимаем на клавиатуре winr сюда вводим команду тоже оставлю в описании нажимаем ok так сейчас сделаем побольше для удобства здесь нам надо найти в этих всех службах служба 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 аркестратора обновлений опять таки если устанавливалась windows 10 или 11 она не на русском она украинском или английском языке название будет несколько другое тоже на английском там будет название оставлю в описании чтоб знали что искать и большая просьба если у кого-то перевод будет немного отличаться пишите пожалуйста в комментариях чтобы я добавлял в описание и было легче в общем было легче остальным спасибо заранее продолжим и так дважды левой кнопкой мышкой мы нажали здесь у нас тип запуска пишется автоматическая выбираем на отключено а точнее отключена тип запуска дальше нажимаем применить и так нажали применить и переходим еще в вкладочку восстановление и здесь у нас везде должно быть вы выбрано не выполнять никаких действий тоже нажать применить окей и после чего перезагрузите ваш компьютер или ноутбук я делать этого не буду на ноутбуке как я говорил ранее что я хочу сказать в заключении тут я пока снимал этот ролик у одного моего знакомого с windows 10 какая получилась проблема то есть он все сделал как я ему сказал но через каждые два-три дня у него эта служба включается я ему говорю посмотри чтобы у тебя были отключены обновления windows а он не в ответ я скачивал windows там написано все обновления отключены нет ты лично проверь все обновления найди какое-то видео и проверь в общем уговорил его и через недельку он не так примерно звонит сколько там надо было отключать посмотрел он на видео скинул мне ссылочку на это видео какое ему помогло вот она я его тоже просмотрел это видео до видео неплохое то есть автор заслуживает лайк однозначно но если вы просто вобьете как отключить обновление windows 10 столько этих видосов эти любой то есть если у вас через какое-то время это служба включится опять проверяйте все обновления windows чтобы они были отключены ну а на этом все всем удачи и до новых видео